Актуальные проблемы, важные достижения и акцент на социальные темы. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Региональный аспект национального плана действий. Губернатор Минецкого округа и председатель окружного собрания прокомментировали обращение президента к федеральным законодателям. Ань Тарова, здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Президент Владимир Путин выступил в Кремле с посланием к Федеральному собранию. Он начал его с перечня задач, стоящих перед страной. Президент отметил, что решать вопросы в экономике, социальной жизни и внешней политике приходится в сложных, неординарных условиях. И подчеркнул, граждане России доказали, что способны отвечать на непростые вызовы и отстаивать национальные интересы. Владимир Путин начал обращение с оценкой общественно-политической ситуации в стране, подчеркнув, что российские граждане демонстрируют единство и сплоченность. Но при этом рассчитывают на уважение к своим правам и свободам. Президент отметил, что в стране выросла роль и укрепился авторитет законодательной власти, что показала и избирательная кампания. Мария Владимирова продолжит. Одна из первых тем, на которой остановился Владимир Путин – здравоохранение. Он отметил, что смысл всей политики государства – это сбережение народа как главного богатства страны. Важнейшее достижение – это продолжающийся прирост населения. Коэффициент рождаемости – 1,7. Это выше, чем у других стран. В 2017 году этот показатель будет ещё немного выше – на уровне 1,78. Во всей стране строятся перинатальные центры, увеличиваются объёмы оказания высокотехнологичной помощи. За последние 10 лет её объём увеличился в 15 раз. Новая задача – сократить сроки ожидания операции. Несмотря на все достижения, отметил Владимир Путин, проблемы в здравоохранении ещё остаются. Надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраняют в целом их ещё очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. Нередки случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, а у медицинских работников элементарно не хватает квалификации, чтобы применить это оборудование. Начиная с будущего года на базе федеральных и региональных медицинских центров и вузов будет организована регулярная переподготовка врачей. При этом специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам выбрать, где и как повысить свою квалификацию. Продолжим наращивать и уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобный и простой запись на приём, введение документации. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха, отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом. Кроме того, предложено в течение двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны, даже в отдалённых районах, чтобы специалисты могли использовать возможности телемедицины и консультироваться с другими медиками. Наряду с этим нужна и хорошая оснащённость санитарной авиации. Уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны, которые получат средства из федерального бюджета. Прежде всего, это Сибирь, Север, Дальний Восток. На эти цели депутаты знают об этом. Это была в том числе и ваша инициатива. В 2017 году на закупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено, во втором чтении это должно пройти, 3,3 миллиарда рублей. Далее глава государства затронул тему образования. Дети должны учиться в удобных и комфортных условиях, поэтому продолжатся программы реконструкции школ. Дополнительные усилия будут направлены на повышение квалификации учителей. К 2019 году планируется создать примерно 190 тысяч новых школьных мест. Таким образом, в классах не должно остаться третьих смен, а далее и вторых. В школах необходимо развивать творческое начало. Важно воспитывать культуру исследовательской и инженерной работы. Здесь особую роль играют технопарки, число которых в регионах постепенно возрастает. Глава государства особо отметил и целесообразность создания в регионах центров поддержки одарённых детей. Такую задачу он поставил перед губернаторами. В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип. Каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача. Молодое поколение, отметил президент, надёжная опора России. Они занимаются уходом за больными, образованием, спортом, культурой, краеведением, заботой о культуре и животных. Особая примета нашего времени, сказал Владимир Путин, широкое вовлечение граждан в различные благотворительные акции. Люди помогают искренне, бескорыстно, следуя велению своего сердца. Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтёрских и благотворительных движений некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрств, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже приняты. О губернаторов и муниципальной власти президент попросил не жадничать, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческой организации. Деятельную позицию граждан необходимо ценить, сказал глава государства. Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас. Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативу. Особенно, когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно. И когда так происходит, действительно хочется спросить. А вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в кабинетах служебных возникают, что это самое лучшее предложение? Лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки? В следующем году государство направит регионам 20 миллиардов рублей на программу благоустройства, в том числе и моногородам. А участвовать в распределении средств должны сами жители. Далее президент остановился на теме сельского хозяйства. Владимир Путин отметил, сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоёвывает мировой рынок. В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Надо дать им больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Необходимо уделить особое внимание и поддержке сельскохозяйственной кооперации. Далее президент сказал о перенастройке налоговой системы. До 2018 года нужно подготовить и принять поправки в налоговый кодекс, а затем вести их в действие. Далее мы серьёзно обновили правовую базу в сфере предпринимательства. Сейчас важно обеспечить эффективное правоприменение. И прежде всего на местах. Обращаю внимание, в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса, разрешение на строительство, доступ к инфраструктуре и так далее и тому подобное должны в полной мере соответствовать требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам. Число проверок бизнеса должно сократиться, а их качество увеличится. Нужно оказывать адресную помощь начинающим бизнесменам. Необходимо определить правовой статус самозанятых граждан и дать им спокойно работать. Особое внимание Владимир Путин обратил на борьбу с коррупцией. Она не должна быть своеобразным шоу вокруг резонансных случаев и требует профессионализма. Только тогда борьба с коррупцией получит должную оценку от граждан. Когда народ чувствует свою правоту, действует сплоченно, он уверенно идет по избранному пути. В последние годы нам было непросто. Но эти испытания сделали нас еще сильнее. Действительно сильнее. Помогли лучше, четче определить те направления, по которым надо действовать еще более настойчиво и энергично. Преодолевая текущие трудности, мы создали базу для дальнейшего движения вперед. Не прекращали работать над повесткой развития, что чрезвычайно важно. То есть мы не углубились в какие-то мелочи текущего дня. Не занимались только проблемами выживания. Мы думали над повесткой развития и обеспечили ее. И сегодня именно эта повестка становится главной. Выходит на первый план. Будущее страны зависит только от нас. От труда и таланта всех наших граждан. От их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Мария Владимирова, Телеканал «Север». На церемонию оглашения послания были приглашены не только члены обеих палат парламента, но и члены правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, генпрокурор, председатель Центра избиркома, глава счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий, представители Общественной палаты России, а также губернаторы и председатели ЗАГС собраний. Ненецкий округ представили глава региона Игорь Кошин и председатель собраний депутатов Анатолий Мяндин. Послание президенту нашему каналу они прокомментировали в телефонном интервью. Мы не отстаем, движемся вместе со всей страной. В каких-то вещах отстаем, в каких-то опережаем средние показатели. Речь, к примеру, о создании качественной деловой среды или в равных возможностях для жителей отдаленных территорий и мегаполисов. Мы за этот год под ключ создали инфраструктуру для развития малого бизнеса, которая включает в себя и микрофинансирование, грантовую и конституционную поддержку, а также бизнес-инкубатор. Большой прорыв осуществлен в предоставлении госуслуг в наших самых отдаленных селах посредством многофункциональных центров. Но необходимо признать и проблемы. Президент Российской Федерации абсолютно верно попросил госучреждения не жадничать и отдавать выполнение социальных услуг некоммерческому сектору. Процесс действительно идет не так быстро, как нам того хотелось бы, но уверен, что совместными усилиями мы в следующем году продавим сложившуюся систему. В социальной сфере нам нужны активные, компетентные люди со свежим взглядом. И в нашем округе они есть. Владимир Владимирович очень детально остановился на приоритетах внутренней и внешней политики. Что касалось нашего округа, в меньшей степени что-то напрямую. Например, госпрограмма поддержки санитарной авиации. Однако самыми главными словами для меня были слова о том, как важно в процессе любых преобразований советоваться с людьми. Действительно, важнее нет ничего. Именно поэтому я недавно отозвал разработанный коллегами социальный кодекс Нинско-автономного округа. Базовый документ о мерах социальной поддержки наших жителей. И он не будет принят без тщательного и извешенного обсуждения со всеми группами населения. Деньги бюджета не принадлежат чиновникам. Это глубокое заблуждение и иллюзия. Именно поэтому расставлять приоритеты должны все жители округа. Налогоплательщики должны, безусловно, вместе. Только тогда будут честные, чистые отношения. И самое важное будет результат. Большой блок своего выступления президент посвятил социальной сфере. Он отметил, что необходимо уделять особое внимание вопросам бережения народа и приумножения человеческого капитала. Социальная сфера должна быть ближе к людям, решать их проблемы и повышать качество жизни. Президент отметил, что, несмотря на успехи здравоохранения, проблемы здесь еще есть, особенно в первичном звене. Трудно попасть на прием, врачи перегружены и необходимо действительно поделить первичному звену здравоохранения особое внимание. Освободить врачей от рутинных справок. Заниматься подготовкой врачей. Сказал, что будет уделяться особое внимание развитию санитарной авиации. И с федерального бюджета будет выделено 3,3 миллиарда рублей. Это касается в том числе и, конечно, нашего округа, где санитарная авиация занимает особое место из-за труднодоступности наших территорий. Кроме этого, было уделено внимание и развитию образования в стране. Поставлена задача строительства новых школ, ликвидация вторых и третьих смен в школах, чтобы дети учились в современных комфортных и безопасных условиях. У нас в округе за счет федеральных средств строится сегодня две школы. Это школа в селе Тильвицке и в микрорайоне авиаторов. Послания президента слушали и на местах. Свои мнения по озвученным приоритетам высказали депутаты окружного собрания. Президент очень доверительным, понятным языком еще раз убедил нас всех, уделяя, может быть, больше внимания именно внутреннему состоянию страны, о том, что очень важно уважать друг друга, слышать друг друга и показывать свою готовность для того, чтобы служить Родине. Безусловно, я удовлетворена, как педагог по сути, о том, что по-прежнему великие слова академика Лихачева о том, что не только важно дать образование, а воспитать человека. Вот основная задача, потому что, к сожалению, многие долгие время мы увлекались подготовкой к ЕГЭ, увлекались знанием и умением качества. Воспитание где-то уходило на второстепенный право. И поэтому серьезное развитие волонтерскому движению, патриотическим организациям и институтам гражданского общества, было упомянуто общественная палата и, конечно же, Народный фронт, общероссийское движение. Эти все формы работы с населением должны принести результат. Действительно, то, что он отметил особую роль нашей страны в укреплении обороноспособности нашего государства, это очень важно. Потому что позиции нашей страны на международном рейне в предыдущие 90-е годы были ослаблены. Мы сейчас становимся уже на другой путь, действительно, но укрепли авторитет нашей страны. И это невозможно не поддерживать. Второе, что хотел бы отметить в экономическом плане, в развитии экономики и комплексном развитии нашей страны, то, что предусмотрено стратегическое планирование. Ну и не могу не остановиться на том, что президент отметил роль Великой Октябрьской социалистической революции, которая будет отмечена, столетний юбилей, который будет отмечен в будущем году. И это, он подчеркнул это в плане консолидации нашего общества, тоже как отдельный раздел. Из всего многообразия проблем, которые были высказаны, вот мне показалось ближе всего, что относится, имеет отношение к нашему региону, это, наверное, экологическая проблема. Потому что недаром следующий год будет год экологии, а мы знаем, что северная наша земля, она как раз в этом смысле наиболее ранима. Хорошо, что реализуя этот посыл, мы перед собой ставим задачи очистку береговой полосы, наших островов. Это особо касается, конечно, Амдермы. Поэтому вот все, что связано с этой проблематикой, посмотрите, у нас какие проблемы с нашими свалками, которые окружают наш город, наши, так сказать, очистные сооружения. Для того, чтобы мы могли строить новые дома, нам необходимо вводить новые мощности. Поэтому я считаю, что для нас эта задача очень и очень актуальна. Назначение нового руководителя Отделению Пенсионного фонда России в Ненецком округе представили нового руководителя. Им стало сотрудник отделения с 12-летним стажем. В отделении Пенсионного фонда по Ненецкому округу новые назначения. С 1 декабря к своим обязанностям в должности управляющего региональным отделением приступает Мария Носова. Ее представление прошло в торжественной обстановке в администрации округа. Свою трудовую деятельность в региональном отделении Пенсионного фонда Мария Носова начала в 2004 году. Сначала она работала в должности ведущего специалиста, затем была назначена на должность начальника отдела назначения выплат пенсий, позже заместителем руководителя социальных выплат. Когда Владимир Иванович Афонин уходил в отставку, он рекомендовал Марину Владимировну на свою должность. Она у нас исполняла в течение этого года, 15-го, 16-го года, она у нас исполняла обязанности. В октябре она у нас прошла собеседование в Пенсионном фонде в Москве и была назначена управляющим. Вступая на должность управляющего, Мария Владимировна планирует сохранить традиции, которые сложились в отделении Пенсионного фонда, но и, конечно, намерена внести свои наработки. Сегодня Пенсионный фонд ставит много новых задач, и одно из главных Мария Носова видит в повышении качества предоставления госуслуг, в том числе в электронном виде. В силу специфики нашего региона, все-таки у нас большая часть населения находится в поселке, села, которые очень удалены от центра. Это качество интернета не всегда хорошее, это низкая компьютерная грамотность, и все это идет к тому, что количество обращений за госуслугами в электронном виде, оно невелико. Но я думаю, что совместно с властью округа, города, Заполярного района мы все-таки решим эту проблему. Представители администрации округа, города, Заполярного района и окружного собрания депутатов в свою очередь поздравили Марию Носову со вступлением в новую должность и пожелали ей успехов в реализации намеченных планов.